Привет, я Великий Вейпер и сегодня мы с вами поговорим о довольно таки необычной теме. Ну, возможно для кого-то и обычной, но поговорим мы с вами о теме изменения вейпинга в 2021 году. Потому что за 2021 год реально очень и очень многое поменялось, при этом не в лучшую сторону, а как раз таки в худшую сторону для нас, потому что так вот это все получается. Но именно сегодня я хочу поговорить о кардинальных изменениях вейпинга в этом году. Потому что на самом деле, лично мне кажется, что данный год был самый, что ни на есть, переломный для вейпинга. Ну, законов реально повыходило очень много. Да, понятное дело, они повыходили и для Айкоса, для Кальяна, ну и вообще для систем нагревания табака. Но сегодня мы с вами поговорим именно о вейпинге. Если вас интересуют законы, касающиеся Айкоса и Кальяна, ну в принципе многие из них идентичны, но есть там, конечно, отклонения некоторые. Поэтому если вас кого-либо интересует именно вот о Айкосе, о Кальяне, то вы можете сами найти какую-либо статью и прочитать об этом уже сами. Ну, а мы сегодня поговорим именно о вейпинге. Прямо сейчас на компе я открыл себе статью вообще об изменениях в этом году. И на самом деле тут реально довольно-таки большая статья. Я боюсь, что данный видос получится прям максимально обширный. Но обсудить я все равно думаю, это все дело стоит, потому что, например, самый последний закон вышел 1 сентября. То есть вот прям совсем-совсем недавно. Сегодня у нас 20 сентября. Этот закон вышел ровно 20 дней назад. Его мы сегодня тоже с вами обсудим, но начать, я думаю, стоит о законах, которые вышли в начале года. Так скажем, освежим их в своей памяти и вообще вспомним, что же нам в этом году запрещали. На самом деле этого довольно обширное количество. В жидкостях для вейпов и электронных устройств концентрация никотина не должна быть больше 20 миллилитров. Ну, то есть 20 миллиграмм, я думаю, имеется в виду. Ранее продавались электронные устройства с более высокой концентрацией. Да, это как раз-таки закон о том, что запрещены предзаправленные картриджи, в которых залита жидкость более 20 миллиграмм никотина, запрещены жидкости, в которых более 20 миллиграмм никотина, ну это понятное дело. Запрещены одноразовые устройства, в которых больше 20 миллиграмм. Ну, то есть, вот как-то так, что запрещено абсолютно все, то содержит в себе более чем 20 миллиграмм. И если ты, например, парил 50, тебе приходится привыкать к 20. Но я думаю, что очень и очень большое количество людей к этому уже привыкли, потому что этот закон все-таки выходил достаточно давно, ну или же они знают, где все это дело можно найти. Ну и, понятное дело, они как бы по этому поводу, возможно, особо не переживают. Нельзя продавать вейпы через различные акции и стимулирующие продажи. И это, наверное, самый обидный закон, который действительно существует. Да, можно подумать, что запрет жидкости более 20 миллиграмм это плохо, но нет. Если эти жидкости еще можно где-то найти, ну или же вот тебе, пожалуйста, ультра-салт, бери и пользуйся. Ну, понятное дело, у тебя никто не спросит, вдруг ты хочешь парить соль, ну вот парь смешанный. Но все равно ощущение будет приблизительно такое, как у тебя было 40 миллиграмм. Ну или же сейчас стали придумывать подобные вещи, как вот, например, придумали брус. Они теперь пишут 5 и ставят точку, либо пишут 2 и ставят точку. Это означает то, что проверка думает, что эти жидкости 2 миллиграмма или 5 миллиграмм. Ну и точка эта просто ставится после содержания никотина. Но на самом деле нет, эта точка означает 0. Ну или умноженная на 10. То есть вот 2 умножить на 10, это будет 20. 5 умножить на 10 будет 50. Ну, я думаю, всем это и так понятно. Ну а также некоторые вейп-шопы до сих пор продают жидкости 50 миллиграмм. Им, в принципе, без разницы на всякие штрафы, законы и так далее. Но вот именно этот закон, который я только что прочитал, что нельзя продавать через различные акции, его, наверное, соблюдают абсолютно все. Пусть у тебя даже в вейп-шопе будет жидкость 50 миллиграмм, киточки на нее ты никакой не получишь. То есть тут можно уже прийти к такому выводу, что скидок на вейп-девайсы больше не будет никогда. И это, конечно, на самом деле обидно, потому что, ну, вот иногда хотелось реально урвать какую-нибудь жидкость по акции. Например, взять те же самые популярные американские жидкости по типу Бетрипа, Джем Монстр. Ну, в общем, вот такие вот популярные довольно жидкости. И на них раньше могла быть скидка. Например, тот же самый Джем Монстр, он стоит от 250 рублей до 1000. Приблизительно в этом промежутке он стоит. Ну, вот, например, возьмем цену 900 рублей. На него делают скидку, и он, например, стоит уже 700 рублей. Следовательно, скидка 200 рублей. Ты смотришь на эту скидку, тебе кажется это выгодным, ты ее покупаешь. Ну, и вот все в этом роде. Я думаю, в принципе, дальше рассказывать особо смысла нет. Отныне нельзя бесплатно распространять табачные изделия при помощи акций или подобных мероприятий. Ну, насколько я понял, это имеется в виду конкурсы. Как у нас розыгрыши на табачную продукцию, например, сигареты запрещены, так у нас теперь запрещены розыгрыши на вейп-девайсы. Следовательно, если ты даже у себя на YouTube-канале разыгрываешь вейп-девайс, это, по идее, считается нарушением закона. Я, как бы, на самом деле, готов немного с этим поспорить, потому что, ну, как обрадовать по-другому, например, подписчика. Ну, и вдруг, например, у тебя подписчику уже есть 18 лет, то есть это никак не нарушает закон, он никак не нарушает закон того, что ты ему отправишь в девайс, потому что девайс не запрещено покупать в вейп-магазинах, следовательно, по идее, закон ты нарушить не должен. Ну, поэтому, ну, как по мне, этот закон сделан не особо правильно. Вот если я захочу, например, девайс разыграть, что мне как бы, ну, я не знаю, просто, ну, это на самом деле довольно странно Нельзя использовать товарные знаки или другие отличительные детали бренда в каталогах, которые имеются в торговых центрах Тут на самом деле спорно, потому что, во-первых, каталоги в торговых центрах бывают достаточно редко, ну, если я имею в виду пробумажные Ну, или же они имеют в виду, например, ты заходишь в торговый центр, там висит телевизор такой достаточно большой И на нем идет обозначение магазинов, возможно, на нем нельзя обозначать какой-нибудь там свой значок, свой бренд, свое название, не знаю, ну, что-то в этом роде Если вдруг кто-то знает, напишите об этом в комментариях, потому что мне будет довольно интересно почитать Нельзя продавать через интернет всю никотиносодержащую продукцию, включая электронные сигареты и вейпы Теперь в интернет-магазинах можно приобрести лишь аксексуары для электронных сигарет, зарядники, аккумуляторы и так далее За самой же сигареты придется идти самим Ее продадут по предъявлению паспорта, если у продавца возникнут сомнения, что покупателю не исполнилось еще 18 лет У меня что-то маленечко произошел взрыв в голове с тюникотиносодержащей продукцию, включая электронные сигареты и вейпы Хотя по факту вейп это и есть электронная сигарета, но не суть Суть в том, что нам тут говорят о том, что типа продажа всех вейп-девайсов, то есть, например, какой-нибудь там у тебя поддик, бокс-модик, мех-модик Ну, не суть важна, суть в том, что нельзя их продавать по интернету Серьезно? Тут на самом деле, ладно, я понимаю, что в этой статье есть небольшая опечатка Сейчас я скажу вам сам, что запрещена продажа именно никотиносодержащей продукции Да, конечно, жидкость запрещена, например, вся Потому что жидкость, даже если у тебя нулевка, в ней все равно есть никотин, хотя в ней по факту никотина нет На самом деле это очень-очень странно, потому что вроде как в жидкости нет никотина, но она относится к никотиносодержащей продукции, хотя эта жидкость без никотина Говоря про девайсы, нельзя продавать девайсы, в которых есть предзаправленные какие-либо картриджи жидкости Единственное, вот только то, что содержит жидкость, можно будет продавать только одноразовое устройство, потому что все-таки нужно им как-то развиваться в этой всей сфере Из-за этого на них закон такой не сделать, это, кстати, очень даже хорошо А все остальное продавать можно То есть всякие испарители, дриптипы, койлы, там сами девайсы Все это дело продавать можно, но если они не содержат в себе никакой жидкости, потому что жидкость запрещена на продажу Электронные устройства покупали через интернет подростки, у продавцов не было возможности проверить возраст клиента Но на самом деле, вот это тоже очень спорный момент, как идет объяснение, можно сказать, почему вообще вышел этот закон, вот в продаже жидкости и так далее Но на самом деле, вот в чем проблема сделать, как, например, у того же самого Вардекса Прямо на сайте стоит проверка 18-летия, следовательно, ты заходишь на сайт Вардекса, например, оформляешь какой-либо заказ У тебя сначала спрашивают паспорт, ты его указываешь, если все окей, тебе высылают товар То есть, по моему мнению, лучше делать реально как в Вардексе При этом они даже некоторой жидкостью торгуют, потому что, ну, они никаким образом не могут продать несовершеннолетнему Поэтому я все-таки рекомендую большинству магазинов вот именно перейти на такую концепцию Но, возможно, вы сможете продавать и жидкость Да, конечно, там не смогут заказывать школьники или там, например, несовершеннолетние студенты Но суть все равно в том, что сайты тогда хотя бы будут с этого какой-то доход иметь Поэтому сайтом, как говорится, это можно как-то на усмотать себе и понимать Запрещена продажа электронных сигарет несовершеннолетним раньше были небольшие послабления На самом деле, с этим тоже готов поспорить, потому что послаблений никаких не было И еще с 2018 года приняли закон о том, что вейпродукцию нельзя продавать лицам моложе 18 лет Запрещается реализовывать электронные устройства недалеко с медицинскими, образовательными и спортивными учреждениями Нельзя продавать электронные устройства на остановках, поездах и так далее Ну, тут, в принципе, на самом деле все просто Это как с сигаретами, по факту То, что нельзя продавать ближе, чем вроде как 150, что ли, метров Ну, и также нельзя употреблять слишком близко к этим заведениям То есть тоже где-то в радиусе 50 метров только можно употреблять все вот это дело Как бы, например, встать на остановке по паре, понятное дело, нельзя Запрещается курить электронные сигареты в общественных местах В различных учреждениях, на детских площадках, на вокзалах, в аэропортах Также любителям вейпа теперь придется расстаться с сигаретами в гостиницах В коммунальных квартирах, в лифтах, на лестящих клетках, на рабочих местах Под запрет попали заведения, касающиеся общепита С данного времени любителям кальянов теперь придется идти в кальян Но, на самом деле, вот именно про кальян я тут скажу то, что Я ни разу не видел человека, который, например, идет по улицу вот так с кальяном в руке и его курит Так что слишком странно это все про кальян говорится Или, например, пришел там в торговый центр и покурил там кальян Или какой-нибудь там кафешку, но это тоже очень странно Но, если понятно, это дело не кальяное Но вот то, что нельзя, например, на съемных квартирах Это, на самом деле, очень и очень нехорошо, как по мне Потому что, ну, выходить постоянно на балкон, это почти то же самое, что сигарету покурить Да, конечно, это менее вредно для здоровья Но все равно, как по мне, это мало кого обрадует Потому что, например, я там даже учусь в каком-то городе, снимаю квартиру Ну и, как бы, например, я даже там не собираюсь оставаться жить И мне не зачем там покупать квартиру Как бы, а как? Если я парю, то я не могу парить дома А зимой очень холодно И, как бы, ну, закон не очень, на самом деле При том, что вейп абсолютно никак не влияет Он никуда не впитывается И никакого абсолютно запаха не оставляет за собой Ну, понятное дело, оставляет, если квартиру очень долго не проветривать Но если квартиру проветривать регулярно То никакого запаха от вейпа у тебя дома не останется Ну, а теперь, я думаю, стоит поговорить не о законе Который выходил достаточно давно А стоит поговорить о законе с 1 сентября этого года А именно, 1 сентября этого года Вейпинг официально приравняли к курению И да, я сейчас ни капельки не преувеличиваю К сожалению, это так Как бы кто-то что-то по этому поводу не говорил Но это уже сделано И ничего, как бы, против ты уже тут не скажешь Ну, нет, сказать, конечно, можешь Но ничего это не изменит То есть, теперь на вейпинг действуют абсолютно Те же самые законы, что и на сигареты Следовательно, можно будет парить только в местах для курения Ну и прочее То есть, на улице там просто нельзя Потому что это общественное место В общественных местах нельзя На остановке, в лифте, в подъезде На пожарном балконе даже нельзя Возможно, специально сделано для курения Ну, то есть, очень-очень много законов, которые именно вот для сигарет действуют Больше всего Я сейчас расскажу, чему я удивился Когда читал этот закон В этом законе было написано Что теперь парить можно только в специальном отведенном помещении Которое имеет систему пожаротушения Желательно имеет стены Ну, а также дверь и вытяжку Где вы видели такие места для курения? У меня вопрос Ну, вот единственное такое место для курения, я знаю Это только кальянные Но кальянные, это как бы не курилки Нет, ну, по факту курилки Но курилки кальянов И они никак к сигаретам и к вейпу не относятся И вот вы реально, вот хоть раз видели В каком-нибудь маленьком городе Ну, или даже в большом городе Вот чтоб ты идешь по улице Там такая дверь написана Место для курения Ты туда заходишь, там выйтишь Система пожаротушения Кнетушитель висит Я такого лично нигде не наблюдал Поэтому мы просто понимаем Что нужно парить в местах для курения Написано, что место для курения Значит, что там ты паришь Если это не место для курения Там ты парить не можешь Потому что по закону это запрещено Ну, и теперь так должны появиться Новый вывес На котором будет написано Что употребление табака И никотина, содержащей продукции Запрещено То есть будет написано вот это все И будет обведено в кружочек В такой красный Как у нас сейчас сигарета То есть теперь вот эти вывески Будут еще и на вейпинг действовать При этом не только на вейпинг Они будут действовать И на вейпинг И на систему нагревания табака И на кальяны Ну, правда, опять же Еще раз хочу сказать Что, ну, нет Бывает, конечно, такое Но это очень редко реально случается Чтобы человек, например Сидел там на улице на лавке И курил кальян Очень редко наблюдают Нет, в руке я вообще ни разу не видел Но бывает, конечно, да Вот у меня рядом с домом Есть такой центр Там очень часто доставщики еды Сидят, покуривают кальянчик вечерком Но я лично ничего плохого в этом не вижу Они курят кальян Когда там никого нет Но теперь, я думаю, стоит прочитать о штрафах Которые полагаются на вейпинг Страфы за курение электронных сигарет В неотложенных местах Вот как раз-таки О чем сейчас мы разговаривали Так как курильщиков вейпов Приравняли к обычным курильщикам Соответственно, и штрафы теперь равны Штраф за курение в общественном месте Составит от 500 до 1500 рублей Если нарушение произошло на детской площадке То штраф будет составлять 2 до 3 тысяч рублей Кроме того, ресторан может быть оштрафован Если кальяны будут подавать в общем зале А не в отдельной комнате Владелец рискует быть оштрафован На вполне внушительную сумму От 40 до 90 тысяч рублей Что на самом деле-то нифига не мало Запрета на реализацию табачной продукции Никотинозадержащей продукции Еще нет Самое главное, пишут еще нет То есть, возможно, они у нас еще и появятся Но это вообще капец будет Если какие-то там жидкости будут определенные запрещены Или вообще, прикиньте, импортные жидкости запретят Такое же может быть И предпринимателями, получив соответствующие лицензии Могут также ввести свой бизнес в этой нише Но это все понятно Купить дешево по низкой цене оптом в розницу Не составит никакого труда В тематических магазинчиках, электобайсных лавках Ну, слово купить дешево Правда, имеется в виду здесь По низкой цене оптом Потому что, ну, жидкости запрещены Это мы все и так знаем На этом же, я думаю, друзья, все Я постарался обсудить последние законы вейпинга Вообще вышедшие за этот год Некоторые из них даже вышли совсем недавно И, честно говоря, этот год действительно Стал, наверное, переломным для вейпинга Можно так сказать Потому что законов реально столько повыходило Правда, сейчас они, наверное, уже выходить не будут Что еще запрещать? Вейпинг уже официально К курению приравняли Но я думаю, все-таки, да, будем заканчивать Потому что у меня тут таймер уже показывает Прям дофигища времени Он показывает уже аж целых 30 минут Да, конечно, я обрежу там какие-то фрагменты Но все равно видос, мне кажется, получится Явно не особо короткий На этом, друзья, все С вами был Великий Вейпер Всем пока!